С наступлением нового учебного года в школах и детских садах Краснокамского района проводятся профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ. Одним из основных мер по предотвращению заболеваний является прививание детей. Так же, как и во всех медицинских и общеобразовательных учреждениях, профилактику детей проводят вакцины российского происхождения Гриппол+. На сегодняшний день в детском саду номер 3 села Никола-Березовка привиты 34 ребенка. В сентябре мы провели вакцинацию против гриппа. В октябре мы провели плановую ревакцинацию против эпидемического паратита, кори и краснухи. Для проведения плановых прививок нам нужно составить план и собрать письменное согласие родителей на каждого ребенка. Затем в назначенный день к нам приходит врач, осматривая детей и под его наблюдением мы ставим прививки. Помимо прививания вакцины, профилактику детей в детских садах проводят и другими способами. Так, например, в приоритете остается прогулка с воспитанниками на свежем воздухе, проветривание групп, кислородные коктейли. Однако в третьем детском саду есть еще одно дополнение. В нашем детском саду создана система по здоровью и сбережению детей и профилактике заболеваний. Начинается она с утра с прихода воспитателей в группу, это проветривание и кварцевание групп. Также в течение дня соблюдается строгий режим дня. Проводятся физкультурные занятия, физкультурные досыки, развлечения. Также проводятся у нас физкультурные занятия, и третье физкультурные занятия у нас проводятся на воздухе. В нашем детском саду мы применяем такие нетрадиционные методики, как кислородный коктейль, предлагаем детям с согласием их родителей, и свечение аппаратом Биоптерон, что позволяет нам, скажем так, повысить предпосещаемость детей. Например, в первой младшей группе посещаемость, среднепосещаемость за последние два года составляет 80%, что довольно-таки много. А так по садику ниже 70% посещения у нас не бывает. Прибор Биоптерон – это поляризованный свет, который позволяет повышать иммунитет как ребенка, так и взрослого. Что очень хорошо, то что этот прибор может использоваться и в домашних условиях, то есть необязательно иметь специальное медицинское образование для использования этого прибора. Светим мы детям, воспитатели светят детям носогубные треугольники и локтевые изгибы в течение полминуты. Есть у нас песочные часы, которые регулируют это время. И вот это свечение нам позволяет сократить заболеваемость детей. Профилактика гриппа и ОРВИ в Краснокамском районе проводится из года в год. Как правило, вакцинацию проводят осенью и весной, когда вероятность заболевания максимальная. В зону профилактики попадают не только ученики школ и воспитанники детских садов, но и работники предприятий, медицинских и общеобразовательных учреждений. На сегодняшний день в Краснокамском районе наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. На сегодняшний день по сравнению с прошлой неделей наблюдается рост на 25%. Из них обращаются в основном это детское население, 75%, дети дошкольных учреждений и школ. В комплексе профилактических мероприятий у нас ежегодно в районе проводится вакцинация против гриппа. В этом году запланировали охватить 6 850 человек, что составляет более 25% населения. Уже проводили вакцинацию детского населения в количестве более 2600 детей. Из них это дети организованных коллективов, детские дошкольные учреждения, школы и неорганизованные дети. Также на сегодня проводится активная иммунизация взрослого населения по району. Вакцинация проводится работников образовательных учреждений, медработников, работников сферы торговли, транспорта, лиц старше 60 лет, то есть пенсионеров, других группы риска с определенными хроническими заболеваниями. Кроме профилактики против гриппа и РВИ, в медицинских учреждениях Краснокамского района проводится вакцинация от пневмококковой болезни. На сегодняшний день из 85 госпитализированных детей стриптококкопневмония была обнаружена у 32%. Этот вирус может стать причиной отита, синусита и ряда других инфекционных заболеваний. Однако врачи, сотрудники школы детских садов в один голос утверждают, что в этом году число родителей, которые согласились поставить прививку своему ребенку, гораздо ниже, чем в прошлом. Это создает риск появления высокой заболеваемости и осложнений в здоровье детей. Многие родители отказываются прививать своих детей. Якобы после прививки они болеют. Прививка против гриппа является только против гриппа, не против других острых респираторных вирусных инфекций. Вирусов, которые вызывают у РВИ, очень много, более сотни видов. Поэтому прививаться стоит против гриппа из-за того, что грипп протекает с осложнениями. Много осложнений в лучшем случае. Это пневмонии, лингиты, другие инфекционные заболевания. В худшем случае это летальные исходы. Если даже человек привился против гриппа и заболел, грипп протекает в легкой форме. То есть человек переносит на ногах. Всего медикам в этом году необходимо привить 280 детей от пневмококковой инфекции и 8650 человек вакциной против гриппа и РВИ. Таким образом, мероприятия по профилактике простудных заболеваний среди населения района в медицинских и общеобразовательных учреждениях продолжатся и в дальнейшем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова